Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. Рада видеть вас снова на моём канале. Посмотрите на эту красоту. Каны для бедных. Не обязательно ехать в Каны, где супер всё дорого. Даже здесь можно припарковать свою лодочку в два раза дешевле, чем на огромных туристических курортах. Вы не поверите, мы опять нашли потрясающих людей. Абсолютно случайно. Мы дошли до порта, где стоят лодки из разных стран, в том числе швейцарские, и услышали швейцарскую речь. Две лодки люди себе сняли, и две недели будут путешествовать по Франции. И так как они отправляются завтра утром, мы с ними разговаривали, и Биат загорелся этой идеей. О прогулке по лодочке, и естественно, слово за словом, мы с ними разговаривали, они нас на лодку пригласили, показали, как там всё внутри. И мы их пригласили в гости, потому что это совершенно недалеко, в пяти минутах буквально езды. Потрясающая семья из Базеля, двое деток, подросток, и, конечно же, море удовольствия получили они от нашего дома. Они вообще были в шоке, какие тут размеры от этой стихии, которая повредила две комнаты. Но мы обменялись контактами, и через две недели, когда они закончат, они опять придут к нам в гости. Мы уже сделаем ужин, потому что они не хотели кушать. Мы поели мороженое и разошлись. И нам дали целый каталог на немецком языке, где можно цены посмотреть. И вот такие вот лодочки здесь красивые. Видите, у людей велосипеды на борту, они останавливаются и едут по региону на великах. И так они неделю живут на таком кораблике. И даже на кораблике выращивают себе салат. А вот и бельгийский кораблик. Гент из штат. Неужели из самого Гента приплыл этот кораблик? Сейчас мы у них спросим. Эти люди действительно приплыли из Бельгии сюда. Вот, видите, форель плывет. Крупненькая. И впереди порт. Такой же, как у нас, только, естественно, больше. Потому что именно здесь отправная точка всех лодочек, которые можно взять в аренду. Сейчас узнаем цены. Ой, какой здесь интересный домик. Крыша такая красивая. Полукруглая. И красивый вид. Мостик симпатичный, деревянный. А это какой-то троянский конь. Либо корова, да? Сделанная из железа. Розы, газон и два дерева. Никто особо не парится. Красивый колодец тоже стоит. Видите? Сохранили, как памятник. Здесь старинные лодки, которые вряд ли уже плавают, работают. А здесь местные Канны, Ницца. Кстати, здесь есть лодки со Швейцарии и с Германии. Кстати, впереди шлюзы, которые регулируют глубину реки. Вот так проводят французы свои каникулы. Детям, наверное, огромное удовольствие доставляет. Такое путешествие. Как видите, тема Олимпиады во Франции. Здесь вывесили флаги участников Олимпиады из разных стран. И, как видите, впереди шлюзы, где и работает наш сосед. Значит, в Европе очень популярно на выходе на пенсию покупать лодочку и жить на кораблике, останавливаясь каждый день в новом порту. Я вам покажу позже карту рек. И можно от Ирландии добраться до Португалии на кораблике своем. Как вам такое приключение? А пока давайте посмотрим, что же здесь представлено на обозрении. И заодно выберем себе лодочку. И вы тоже принимайте участие. Какая вам понравилась больше всего? Дизер-бокс. Видите, там нож. Это чтобы траву резать. Это такой лодка-садовник. Я думаю, что он на нее засмотрелся. Мы нашли нашу яхту. Оказывается, она стоит здесь, понимаешь ли. Тут их столько много, что, конечно, можно запутаться. Неплохая с виду. Но лучше, чем вот эта, которую надо сначала выдрить. Видите, молодежь с великами путешествует на корабликах. Велосипеды, скорее всего, можно снять вместе с лодкой. Вот эти две лодки швейцарцев из Базеля. Мы только что с ними разговаривали. Посмотрите, какая закупочка на минуточку. Диа Джамиль. И там кухня. Все, что хочешь. А с удовольствием на телефон фон саун. Без ту порт саун. Дизер. Не, Биат просто ищет подарок мне на день рождения. Уже каталог обзавелся. Посмотрим, да? Пришел, чисто привел меня просто посмотреть. Я знаю, зачем. Я уже догадываюсь. Смотрите, там кухня абсолютно полноценная. Холодильник большой. Два велика в придачу. И внутри каюта, где можно спать. Короче, посмотрим каталог. Мы все взяли с собой, даже на немецком языке. Вот такая есть еще терраса, верандочка. И плывешь себе, наслаждаешься жизнью. Хотели бы так провести недельку. Кстати, это продается. Вот можно почасово тоже. Полтора часа 25 евро. 20-35 с человеком. Разное время. Вот такая вот лодочка. Он тебя будет просто катать. Да? Давайте же посмотрим, какие есть возможности пути для таких прогулок на лодках. Значит, как вы видите, расположены центры по всей Европе. Да? И в Дублине, и в Берлине, и так далее. Подходит и для пар, и для семей, и для сеньоров. То есть лицензия не нужна абсолютно никакая. И, конечно же, отличный вариант отметить какое-то событие, день рождения, юбилей, годовщину свадьбы. Везде можно заказать дополнительную опцию. Это велосипеды на борт. Заказать дополнительный бассейн на яхте. Кто боится нырять, маленькие дети, да? Барбекю. Принадлежности для рыбалки. Брать с собой можно животных. И организовать себе Wi-Fi на всем пути следования. А также вот такие матрасы, чтобы лежать и загорать. Значит, эти опции идут дополнительно. Их можно заказывать отдельно. Либо взять All-Inclusive. Что входит в All-Inclusive? Первый входит и топливо на всю поездку, и заключительная уборка, и карты реки, а также два велосипеда, полотенца, матрас и кухонные принадлежности. Можно выбрать маршрут по вашему усмотрению. Либо вы хотите кулинарные места посещать, либо замки, либо играть в гольф. То есть делаете остановку и ищете по вашему маршруту, что поблизости расположено. Ну и, конечно же, такие путешествия в первую очередь для любителей природы. Посмотрите, какая красота. Значит, здесь регионы обозначены, например, Британию. И карта, да? То есть вы уже смотрите, куда вы можете доплыть. За два дня, за выходные, за неделю, за две недели. Вы можете туда и обратно вернуть лодку в порту назначения, а можете доплыть, например, сюда и оставить здесь лодку, и ее потом пригонят обратно за дополнительную стоимость. Здесь описаны достопримечательности регионов. Для кого подходит этот регион, что там замечательного, что вы там увидите, когда вы будете плыть по вот этой вот карте, выбрав регион Британь. Следующая возможность взять лодку в этом регионе. И вот карта. И опять-таки вы видите, что где расположено на каждой остановке. То есть остановились, лодку оставили, поехали на великах в замок, например, да? Прогулка по городу. Посмотрите, какая красота. А здесь написаны расстояния в километрах и за сколько дней, какой маршрут возможен. А также как добраться до начального порта. На чём, да? Из какой страны, с аэропорта, с Парижа, либо на поезде, например. Остановок очень много. Регионов тоже, как вы видите на карте. И посмотрите на достопримечательности. Это всё Франция, но какая? Ту, которую вы не знали. Значит, здесь идут цены. Здесь написано, сколько будет стоить депозит. Как видите, да? За лодку до 10 метров. Таких очень мало. Лучше вот сюда сразу смотреть. Значит, депозит за лодку. 1500 евро нужно будет оставить. И за последнюю уборку 200 евро. Если лодка больше, 2000 и уборка 250. И так вот, видите, до большой лодки 300. Последняя уборка. Значит, здесь есть скидки на семьи, на пары, на пенсионеров, на группы, если несколько лодок берёте. И если вы продлеваете ваше путешествие, то тоже идёт скидочная цена на следующую неделю. Ну, а здесь чётко видно сезон. То есть, самый дорогой сезон начинается с 5 июля и заканчивается 23 августа. И если мы посмотрим соотношение цен, то цена, например, за самый низкий сезон, вот, в октябре, по сравнению с сезоном в июле-августе, в 4 раза отличается цена. Естественно, цена ещё отличается от уровня лодки, от комфортности. То есть, есть на 2-3 человека, на 4, на 6, на 8. Естественно, это тоже влияет на цену. На сколько дней вы берёте? В какой сезон? То есть, по этим таблицам, выбрав лодку, изначально вы уже смотрите, во сколько вам обойдётся эта лодка в неделю. Причём здесь цены, видите, и на Португалию, и на Нидерланды, и на Ирландию, а также Венгрию. В этой таблице представлены характеристики всех лодок, что включено в каждую лодку, чего нет. А здесь уже идёт подробное описание модели, сколько человек, какое у неё внутри оборудование, сколько спальных мест, кабина, кухня и так далее. То есть, вы выбираете сначала модель в зависимости от вашей компании. Сколько вас человек и на какой срок вы собрались эту лодку брать. Вот, видите, то есть, вот такая небольшая, она на 4 человека, можно на 6, на 8. Здесь две кабины внутри идёт, видите, даже размещения показаны по карте. Очень грамотно сделан каталог, всё ясно и понятно. И вы видите, да, Дуо – это на двоих, вот такая лодочка, Квадро – на четверых, Квадро – С, и Сиксту – на шестерых, и на восьмерых. Вот, потом идёт комфорт, потом идёт люксус. Естественно, от этого всё зависит цена аренды. Так что, вот такая вот прекрасная идея. Что вы думаете по этому поводу? Был ли у вас опыт вождения такой лодочки, путешествия? Видите, здесь кухня, стол, а там внутри каюта. Вот, так что посмотрим, что мы будем с этим делать. Конечно, я бы хотела всей семьёй отправиться в такое путешествие хотя бы на дня 3-4, не на 2 недели. Но надо всех собрать в одном месте. Не обязательно это будет пекло и лето, это можно сделать и весной, и осенью, тем более, если цена в 4 раза дороже. Но, мне кажется, всё равно незабываемые впечатления. В следующем году у Беата круглая дата, может быть, к его дню рождения. Подготовимся с детьми. Спасибо, что посмотрели этот сюжет до конца. Спасибо за лайки, за комментарии. Увидимся. Я привезла с дачи гладиолусы. И посмотрите, каких цветов получилось ассорти. Все-все-все разные. Никакой не повторился. Обожаю гладиолусы. Как раз к моему дню рождения. Продолжение следует...